Действие происходит в глубинах священного озера. У отца Байкала три дочери русалки. Старшая из них уже замужем, среднюю сестру против ее воли выдают за осьминога, а младшей русалочке, главной героине сказки, велено выйти замуж за осетра. Но я этого не захотела, потому что я увидела принца, который тонет, и мне он очень понравился, я в него влюбилась. И я искала способ найти ведьму, чтобы она мне дала ноги, чтобы я смогла встретиться с принцем. Новые персонажи и иной сюжет. Чем еще цирь Бурятия готов удивить своего зрителя? Самое первое, что, наверное, яркое, это наши костюмы, это, естественно, новые оборудования, которые использовались сегодня в нашей сказке, да, это новые трюки, это высота, это воздушные номера. Очень много новых номеров у нас в этой сказке. Артисты признаются, к представлению готовились целый месяц. Репетировали танцы, отрабатывали трюки и оттачивали каждое движение. Юные зрители оценили их старания. Мне понравилась воздушная гимнастика, она красивая, я тоже так хочу. Еще мне понравилось, когда они бросали снег. После представления юные зрители встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой. Познакомиться с ними и узнать, удалось ли русалочке встретиться с возлюбленным, можно в КСК до 28 декабря. Софья Евдокимова, Инесса Дондукова, Даржи Чуйдопов. Новости дня.